Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Паралепименон И сегодня четвертая глава В этой главе с первого стиха по 23 говорится о прочих потомках Иуды а с 24 по 43 о потомках Симеона собственно говоря в этой главе отсутствует как бы исторические события кроме некоторых незначительных уточнений ну например 21 по 23 стих сыновья Силома, сына Иудина, Ир, отец Лехи и Лаэда, отец Мариши и семейства выделывавших весон из дома Ашбэй и Иоким и жителей Хузевы и Иоаш и Сараф которые имели владение в Муаве и Иоашу в Лехэм но это события древние то есть сказать ничего о них нельзя они были горшечники и жили при садах и в огородах у царя для работ его жили они там то есть кроме этого как бы нечего сказать но ниже с 38 стиха о потомках Симеона сказано сии поименованы были князьями племен своих князья это сарим по-еврейски и дом отцов их разделился на многие отрасли они доходили до Герары и до восточной стороны долины чтобы найти пастбище для стад своих нашли пастбище тучное и хорошее и землю обширную, спокойную, безопасную потому что до них жило там только немного хамитян то есть происходило как бы расширение тех земель во власть над которыми вступали потомки Авраама и Сакьякова и пришли сии по именам записанные в одни языки царя иудейского и перебили кочующих и оседлых которые там находились и истребили их навсегда и поселились на месте их ибо там были пастбище для стад их из них же из сынов Симеоновых пошли к горе сэр пятьсот человек Филатия, Нария, Рефаия и Узиил сыновья Ишия были в голове их и побили уцелевших там остаток амаликитян и живут там до сего дня уничтожение амаликитяна оно было предсказано через Господа и оно в свое время осуществилось в православной толковой Библии говорится местность, до которой доходили семьяниты называется в еврейском тексте Гедор у семидесяти то есть по тексту греческой септуагенты Герар под первым известен город горной Иудеи об этом говорится в книге новина 1558 но разуметь его в настоящем случае нельзя этому препятствует замечание стиха сорокового что семьяниты заняли равнину местность со всех сторон открытую каковой не может быть горная Иудея характеру завоеванной им области более соответствует греческое чтение до Герары Герар это столица филистимлян но об этом мы видим в книге Бытия и Авраам одно время жил в Гераре и Исаак одно время тоже жил в Гераре и в каждом случае подвергались опасности их жены Герар это столица филистимлян живших в низменности равнине предположение о вторжении семьянитов в пределы филистимлян как нельзя более гармонизирует с указанием стиха сорок первого что данный поход имел место при языкии как известно последний нанес филистимлянам страшное поражение и потому нет ничего невероятного что семьяниты и воспользовались их ослаблением для своих завоевательных целей и здесь еще комментарий дается к сорок второму стиху определить время второго похода нет возможности если судить потому что рассказ о нем помещен после повествования о походе из времени языке и то можно думать что он падал на более поздний период семьяниты побили уцелевших все или остаток амалики тян ну надо сказать что господь сам повелевал избивать амалики тян как нечестивых потому что они напали на еврейский народ при исходе из египта и мы помним как была битва с амаликом когда мы сей стоял на горе воздевала руки когда руки были воздеты израиль побеждал когда руки мы сей уставали они начинали проигрывать и тогда подошли люди скажем так миряне к пророку они стали поддерживать его руки то символ того что священник любой священник нуждается поддержки мирян они даже камень такой подкатили чтобы моисей сел и поддерживали в руки держали на весу и благодаря этому обеспечивалась победа на амалика но окончательной она стала уже после царя языки когда потомки симеона окончательно закрыли этот вопрос связанный с амаликитянами и как я уже сказал амаликитян это символ бесов в нашем случае брань с бесами будет продолжаться до второго пришествия особенно открыто бесы будут выступать против народа божия во дни антихриста когда сила зла получит свободу на три с половиной года но когда христос придет в реальность этого мира своем втором пришествии он убивает антихриста дыханием уст и разглашает начало нового мира когда будет новая земля новое небо и новый иерусалим город сходящий от бога с небес поэтому вот эти войны древние деяния они как бы преобразуют события которые имеют отношение последним временам или к тем духовным браням которые мы ведем до сих пор например когда мы читаем про вхождение евреев в землю обитованную то господь книги второзакония повелел уничтожить семь народов но эти семь народов символизируют собой семь смертных грехов поэтому очень важно но не совсем только буквального смысла придерживаться читая подобные тексты а понимать что здесь речь может идти совсем о других вещах то есть о духовной невидимой брани который предстоит каждому из нас который мы ведем от того момента когда первые страсти обнаружились в нашей жизни имеем ввидение мы понимаем что в пространстве сделать все вещи которые мы у нас представим в принципе изаев в лечке только в этих странах проблемы поэтому на эту реальной моем брань но через этот год все еще на цепи